Барабаны, горные колокольчики, звуки традиционных буддийских музыкальных инструментов возвещают о том, что сегодня в Бурятии завершается трёхдневный молебен, предшествующий мистерийцам. Только один раз в два года они облачаются в эти костюмы. Сотни видов тканей, бронза, дерева. Каждый элемент одежды повторяет наряды их предков и все роли исполняют буддийские служители. Хозяин вот такой вот смерти, это пять пьяных будды, украшения, ваджжи, буши. В России только бурятский дуинхор Датсан проводит этот обряд по всем буддийским канонам. Мистерия Цам – это двухчасовой спектакль, посвященный небесным защитникам верующих, во время которого каждый читает молитвы. В переводе со старомонгольского языка Цам означает «танец по кругу». Именно монголы исполнили впервые этот танец ещё в начале 18 века. Мудрецы уже тогда говорили, душа человека, который увидел Цам, просветляется. Привычные для бурятского народа якая лень, более экзотические – тигр и крокодил, белый старец, божества, а также, как их называют, особые существа – скелеты. Всё это герои – мистерии Цам, которые учат верующих жить в мире, избегая злобы и гнева, а погибшим помогают обрести покой. Каждый звук, каждое движение и даже каждая пауза – всё имеет своё значение. Возродили искусство исполнения этого танца в Бурятии 8 лет назад. Тогда по всей стране о том, что такое Цам, знал только один лама. В течение года мы завучивали эти движения. Потом в течение года мы форму одежды всё сшили. Ну, имеется в виду маски. Очень это была кропотливая работа. Но мы это всё не разглашаем, кажется, это всё мы восстановили, самое главное. И сейчас людей радуем, радуем людей. Увидеть танец в Бурятию приезжают гости из соседних регионов и Монголии. Многие российские паломники преодолели не одну тысячу километров. Это реальная вестерия. Я много где бывал, много видел. Но подобное, вот уже второй раз приезжаю по силе только здесь, в Бурятии. Завершается Цам ещё одним буддийским обрядом. После трёх дней молебнов из храма выносят пирамиду, в которой, по поверью, собрались все прошлые беды и несчастья верующих. Вместе с огнём они уходят, оставляя только запах костра.